здравствуйте вы смотрите программу классные уроки плюс 100 к интеллекту меня зовут долгова дарья я учитель по рисованию и сегодня мы с вами поговорим о рекламе как об искусстве скрещиваются шпаги извинят шпоры рекламу пытаются запретить или ограничить ей отводят самое лучшее время на телевидении на нее выделяются огромные бюджеты в больших компаниях дизайнеры рисуют ее эксперты в области высоких искусств продолжают считать рекламу просто обычным ремеслом но дизайнеры при этом стараются рисуют разрабатывают и продвигают рекламу так как только можно если мы сейчас задумаемся почему рекламу можно отнести к искусству это в первую очередь потому что она отражает эпоху эпоху современной жизни сейчас очень мало пишется живописных произведений потому что человек в основной своей части подвержен влиянию рекламы телевидения телефона и всех электронных средств на картины уже мало кто смотрит в музее мало кто ходит и поэтому через рекламу проще всего взаимодействовать со зрителем также доказательством тому служит не только огромное количество произведений живописи но и огромное количество рекламы которая может поистине занять одну позицию рядом с великолепными шедеврами с испокон веков люди делали заметки пытались показать то чем они занимаются рекламировали свои товары есть даже свидетельство о том что люди рекламировали свои товары даже во время когда извергался везувий то есть это было очень очень давно но давайте сейчас углубимся немного в историю рекламы и немного попробуем порассуждать откуда она появилась и сопоставим ее с различными историческими фактами давайте с вами немного углубимся в историю и начнем с рекламе с 13 века западной европы что же такого интересного там произошло для развития рекламы в первую очередь мы с вами отметим такие интересные тексты они были стационарные очень распространенные они назывались криками криками парижа криками лондона и много много других разных городов чем же они отличались для каждого из этих криков было присуще определенное стихотворное звучание ритм и тембр для каждого товара он был разный например очень сильно отличались крики для вина и крики для одежды это одна из первых форм которая была голословной также после этого она развивается в немного другую она называется тексты зазывал это было распространено на всяких ярмарках там где продавались продукты вещи чтобы покупатели могли легко понять что же продается именно в этой точке именно с этого начинается народный фольклор связаны с рекламой в противовес криком средневековой руси развивается немного другая форма рекламирования она называется райошный стих суть примерно такая же просто она обретает определенные оттенки нашего русского фольклора далее мы переходим с вами немного дальше на несколько веков 15 16 век и эта дата ознаменована расцветом гравюры гравюра очень важно для рекламы потому что она помогает различные рекламные листки тиражировать то есть распространять одно и то же изображение несколько раз гравюра это отпечатывание на станке или вручную изображение с помощью краски и пресса плюсом к тому что развивается гравюра является еще и более дешевая цена на бумагу производство ее становится более обширным бумага становится более дешевой и поэтому гравюра получает огромный расцвет именно в пятнадцатом и шестнадцатых веках также гравюра отличалась не только нужностью в рекламе но и своей красотой своей эстетикой здесь мы можем вспомнить таких великолепных граверов как например альбрехт дюрер или лукас кранах это очень знаменитые имена для искусства так как эти художники работали в гравюрной технике не только в плане рекламы но и в плане произведения живописного искусства так когда же произошла та самая дата которая помогла распространять рекламные плакаты то есть рекламные гравюры по всему городу как раз таки разработка первого печатного станка послужило открытию различных типографий по всей европе в пятнадцатом веке в отечественной традиции противовес гравюре появляется другая интересная техника она называется лубок это печать лубок это печать на деревянной доске чем же примечательный этот лубок он печатался только черным цветом а раскрашивался уже вручную как обычная раскраска из-за этого он обретал очень яркий сочный красивый характер эти изображения очень хорошо запоминались на этих лубках мы могли заметить не только рекламные объявления здесь была немного другая направленность это скорее были распространение информации о благотворительности также это были информация о начальных медицинских знаниях поэтому лубки обретали характер такого небольшого произведения искусства которые хранили даже у себя дома в основной своей части это были различные купцы которые размещали у себя лубки дома на стенах там где они могли пригодиться и также эти лубки называли немного иначе называли их потешные листы и они пригодились пригодились немного позже примерно в семнадцатом веке тогда когда в россию хрунул огромный поток иностранных товаров их нужно было рекламировать при петре первом как раз таки в семнадцатом веке лубки приобрели немного другой характер они стали называться летучие листки и запускали в различные трактиры чтобы люди могли увидеть что и где можно приобрести как раз таки эта реклама была очень мобильный и очень интересный и начало как раз таки было положено с помощью лубков далее в начале восемнадцатого века рекламные объявления стали печататься и в гассетах например такое как правительственные распоряжения и сейчас мы с вами поговорим про современную рекламу на какие типа она подразделяется и как ее легко можно отличить и первый тип рекламы это рекламный дизайн что же это такое это максимально приближенная к искусству реклама она отвечает определенным нормам у нее есть свои правила и у нее есть всегда свои основоположники и самыми яркими личностями в рекламном дизайне являются такие художники как сальвадор дали и энди орхо я думаю все знают художника сальвадор дали но мало кто знает что как раз таки он был автором упаковки чупа-чупса тогда как его друг эрик бернат еще в 50-х годах прошлого века попросил изобразить интересный логотип для такой конфеты сальвадор дали прекрасно понял его запрос и сделал его лаконичным четким ясным понятным таким который до сих пор не претерпевал практически никаких изменений вторая личность про которую особенно нужно упомянуть в рекламном дизайне это энди орхо его знаменитые работы с марлин мандро тиражируется во многих журналах но почему он важен для рекламного дизайна энди орхо это тот человек который создал определенную структуру рекламы которая максимально привязана к искусству она называется коммерческий поп-арт с чем это связано с тем что поп-арт это относится к искусству а коммерческий относится к продаже это первый художник который максимально смог продавать свои произведения искусства но как он это сделал он создал великолепный печатный станок а после этого создал настоящую фабрику этих печатных станков где распространял свои изображения свои работы в огромных количествах одно из важнейших одним из важнейших шагов наверное для развития рекламного дизайна стала реклама кока-колы энди орхо ло которая является эталоном рекламного дизайна до сих пор следующий тип рекламы не менее важный но максимально молодой это видео реклама чем же она примечательна многие режиссеры снимают фильмы но мало известно о том что эти режиссеры снимают еще и различные рекламные ролики например одним из известных режиссеров думаю его многие знают это ридли скотт он снял такие фильмы как бегущий по лезвию гладиатор он еще 1973 году снял удивительную рекламу для хлебопекарни хэвис удивительную рекламу для хлебопекарни хэвис и спустя годы она была признана лучшей рекламы всех времен великобритании этот статус присущ ей до сих пор потому что она является эталонный также стоит упомянуть такого режиссера как мишель гондри например режиссер такого фильма как вечность и они чистого разума наука сна который разработал удивительную технику съемки которая называется замедленное действие которая в дальнейшем и которая в дальнейшем использовалась в таком фильме как матрица хотя до этого она лишь была задействована в небольшом рекламном ролике и послужила дальнейшему развитию такой интересной техники реклама это ровно как искусство метод эстетического освоения мира она помогает понять нам какие-то сферы жизни совершенно с другой стороны реклама в основной своей части достаточно абстрактно и проста для понимания она помогает задействовать другие сферы нашего мозга потому что для рекламы самое главное это зацепить зрителя но что как не искусство сможет сделать так проникновенно саму рекламу целом современное искусство можно разделить на очень прямое и очень завуалированное и реклама как раз таки относится к первому она достаточно прямая и ясно так как она рассчитана на большое количество людей на огромное количество зрителей рекламу нам дают мы не приходим к ней так как приходили бы галерею какой-либо картине нас заставляют ее смотреть в большей степени поэтому реклама должна понравиться каждому кто ее видит она должна вызвать какие-то эмоции они не обязательно будут позитивные они могут быть и плохие но именно с помощью эмоций реклама запомнится а если запомнилась реклама то продается какой-либо продукт о нем рассказываются распространяется информация поэтому реклама должна быть разной всегда разной у нее разные картинки разное звучание разные люди принимают в нее участие даже животные поэтому ее всегда очень интересно нам смотреть раньше же реклама была в основном привержена каким-то эстетическим нормам ее старались сделать очень красивой гармоничной чтобы композиция в ней сочеталась определенное внимание уделялось шрифта тексту цвету сейчас конечно этому внимание уделено тоже огромное но все-таки выше ставится продажа продукта чем его красота и тут мы можем прийти к тому что реклама это нечто большее имеющая свою историю имеющую свое развитие и точки соприкосновения с другими искусствами такими как музыка живопись поэтому реклама рождает нечто интересное современное искусство нового поколения всем спасибо за внимание желаю успехов в саморазвитии а